Солнечный Крым Сегодня мы встречаем 45 представителей северных и центральных регионов России, которые связаны и работают с туристической индустрией. Что я увидела сегодня, я могу назвать большим ярким впечатлением от Крыма. Несмотря ни на какие события, которые происходят, будут происходить, я считаю Крым уникальным, Крамница, Крым уникальным местом, который имеет потрясающий туристический потенциал. Я хотела бы отметить, что Тула, развивая свои туристические возможности сейчас, должна достаточно хорошо понимать, что взаимодействие с Крымом, вот таким образом, когда в Крыму есть море, чего у нас нет, есть уникальные культурные достопримечательности, связанные с Тулой, в частности с местами Толстого. Я думаю, что и тулики, и, может быть, руководители предприятий, особенно руководители каких-то туроператорских фирм, должны обратить внимание на то, что Крым сегодня открыт для туриста. Не только Турция, не только Египет или другие страны арабского мира или иных каких-то государств. Но действительно досадно, обидно, что Крым, страна, имеющая такую общую для нас историю, и обладающая таким специфическим, просто уникальным климатом, она остается без должного внимания. Поэтому я думаю, что я расскажу еще, когда приезду, и сейчас хочу обратиться к россиянам, к турикам, в том числе, к тем, от кого это зависит. Не просто понять, насколько Крыму сейчас необходима вот та экономическая в плане туризма поддержка россиян, российских регионов, российских туристов. Еще раз говорю, это не политический момент, это развитие туризма, это развитие культурных взаимодействий. Я думаю, что нам удастся каким-то образом сделать контакт, который, может быть, в какие-то годы был не столь активным и продуктивным. Скажите, пожалуйста, а вы до этого отдыхали в Крыму? Я отдыхала в Крыму. Последний раз я отдыхала в Крыму лет пять назад. Вот разница, есть какая-то разница между всем этим временем? Знаете что, я отдыхала в Крыму частным туристом. Я не бывала в таких здравницах. Я потрясена, что они сохранились, что они готовы к развитию, ожидают туристов, в том числе из России. Но хочу сказать, что когда я была в Крыму-Артек, в его закрытии, вот некоторые такие тревожные моменты, они действительно, как сказать, человек, который чувствует, не могут не дать понять какой-то внутренний такой сигнал, к тому, что, наверное, что-то пора менять. А вообще, конечно, Крым как стабильная территория для отдыха, для оздоровления, для просвещения. И наших детей это вообще здорово.